Итак, сегодня тема нашего урока Present Simple. Present Simple. Простое, настоящее время в английском языке обозначает действие, которое происходит постоянно. Значит, действие происходит регулярно, на постоянной основе. Либо это какое-нибудь правило, которое ничем не нарушается. К примеру, солнце все время ходит вокруг Земли. Постоянное действие. Мы ходим в школу. Вы издая на то действие, которое регулярно повторяется. We usually go to school. We go to school every day. Либо даже если непостоянно это действие происходит, но с какой-то регулярностью. К примеру, я читаю книгу два раза в неделю. I read a book twice a week. Либо я хожу на рисование один раз в неделю. I go to draw once a week. Действие пускай не каждодневное, но оно регулярное. То есть есть какая-то закономерность. Оно простое, настоящее время. Очень просто. Время настает. Present simple. Simple простой. Simple. Очень просто. Мы берем подлежащее и сказуемое. Самые простые предложения пока разбираем. Подлежащее. Позже сказуемое. Это наш глагол. В нем никаких окончаний. Мы просто берем, как он есть из словаря. Как у нас он написан в учебнике, как он написан в рабочей тетрадке. Просто корень без окончания. Но есть некоторые исключения. Допустим, в русском языке это все сложно. У нас все время меняется окончание. Какой пример взять? Самый распространенный глагол у нас читаю. Я читаю. Ты читаешь. Он читает. Мы читаем. Вы читаете. Сложно. Много окончаний. Запоминать иностранцам можно вам проще. Вы берете просто глагол to read. И вам нужна единственная запомнилась. Запомнилась форма глагола. Как он есть в словаре. И добавляем окончание. Окончания у нас не такие, как в русском языке. Окончания гораздо проще. Практически у всех окончания будут нулевые. Все, что вам нужно запомнить. Это he, she, it. Он, она, оно. Либо тоже он, она для неживых предметов. Подробнее о вестеревлениях. He, он, она, оно нам понятно. It. Это он, она, оно. О неживых предметах и животных. It. Это та же кошка, которая ходит. It goes. Cat goes. Окончание с добавляется в этом случае. Например, разбираем. Я читаю. I read. Ты читаешь. You read. Он читает. He reads. Появилось окончание с. Она читает. She reads. Опять окончание с. Оно читает. It reads. Окончание с. Кто у нас оно, которое может читать? Кошка, читающая книгу. It reads. Мы читаем. We read. Окончание опять нулевое. Мы умножим на число. They. Они. They read. Они читают окончание нулевое. Запомнить просто. Главное не запутаться. В речи. Это у вас очень часто будет встречаться. Вы будете делать это шепухи. Кто-то там его проглатывает, но она постоянно есть. Конечно, вас поймут, если вы вдруг где-нибудь там спросите. Но все-таки надо это запомнить. Это неправильно, если вы будете говорить без окончания. Жащие хи. Если у вас подлежащие не хи, не ши и не ит, а, например, кто-нибудь, человек, который он, она, оно, кто это может быть? Мой сосед, my neighbor, my neighbor reads. Мой папа, my daddy, my daddy reads a book. Мой папа читает книгу. Моя мама читает книгу. My mother reads a book. Listen. Слушать. I listen. You listen. Она слушает. She listens to music. She listens to music. She listens to music. Она слушает музыку. Мой брат слушает музыку. My brother – это хи. Хи. Окончание с. My brother listens to music. Не забываем окончание с. Моя кошка любит слушать музыку. Моя кошка слушает музыку. My cat – это it. My cat listens to music. Понятно? Они слушают. They use listen to me. Давайте еще один. I sing. Я пою. You sing. Вы поете. She sings. Она поет. Моя мама поет. My mommy sings. Моя бабушка поет. My grandma sings. My teacher sings. Моя учитель поет. Не важно. Он, она, не важно. Моя кошка поет по ночам. My cat sings at night. Моя собака поет по ночам. My dog sings at night. Кто еще может петь? My frog sings at night. Рисовать. I draw a picture in the evening. Я рисую картину по вечерам. Ты рисуешь домашнее задание вечером. You like a girl рисует свой портрет. Spider-Man draws his portrait. His. Вспомним. Местоимение еще отдельно будет. Идем. Отдельно про местоимение. His portrait. Она рисует портрет своей тети. She draws the portrait of her aunt. Тетя-Ант. She draws the portrait of her aunt. The dolphin draws a portrait. Теперь отрицательная форма. Итак, отрицательная форма. Минус, если я написал. Когда вы что-то отрицаете. Отрицаете конкретно какое-то действие. Частичку не мы ставим в русском языке. Я не рисую. I don't draw. Ты не рисуешь. You don't draw. Поподробнее посмотрели на табличку. Для образования отрицательного предложения вы добавляете частичку не. В английском языке эта частичка не представляет собой вспомогательный глагол. Ду-НОТ. Либо в вашем учебнике постоянно используется сокращенная форма. ДОНТ. Те же самые исключения. He, she, it появляется окончание. И, it is в глаголе do. Получается does not. Does not. Либо сокращенная форма, как в нашем учебнике. doesn't, doesn't, до-е-з-э-на-тэ. Но мы не читаем. У нас еще запятая сверху, сокращение мы видим. Но ты не читаешься не до-з-э-н-т. Ни какие-нибудь еще не до-е-з-э-н-т варианты. Doesn't, doesn't. Это тоже не до. Какие вы варианты услышали? Это до-з-э-н. В данном случае отрицание. I don't like. Ты не любишь. You don't like. Она не любит. She doesn't like. Like у нас где-нибудь здесь будет, мы его не писали. Он не любит. He doesn't like. Кошка не любит молоко. Cat doesn't like milk. Парадокс. Мы не любим. We don't like. They don't like. Все, что нам надо запомнить. Опять же, то же самое окончание с. И не путать. Либо это doesn't, либо don't. Когда у вас местоимение идет в подлежащее. Когда подлежащее у вас выражено местоимение, вы увидите сразу, что he, she, it. Это легко. Вы взяли, увидели he и сразу ставите doesn't. Да, хорошо. Но часто у нас коварных вместо подлежащего, вместо местоимения в качестве подлежащего выступают существительные. Какие существительные могут быть? Мой брат. My brother. Мы мысленно думаем это. He. Значит, окончание S здесь. Значит, отрицание doesn't. But my brother doesn't like. Кто еще? Моя сестра. My sister. Это she. My sister. She doesn't like. Что еще? Любой человек. Spider-Man. Spider-Man doesn't like. Президент Путин. President Putin doesn't like. Это he. Мы заменяем. Лошадь не любит. Horse. It doesn't like. Стол не стоит на месте. Table. It doesn't. Понятно здесь. Не сложно. Понять легко. Вы можете путать это в речи. В письменной речи хотя бы не путайте. Пока что вы не можете делать эту ошибку. Я вас буду исправлять. Тренируемся. Запоминаем. Чем лучше запомним, тем лучше будем жить дальше. Следующее. Вопросительные предложения. Для построения вопросительного предложения у нас нарушается прямой порядок слов в предложении и появляется вспомогательный глагол, что сложнее. Особенно в русной речи. Ну, хотя бы написанной речи. Разбираем сейчас. Вспомогательный глагол у нас в настоящем времени глагол ДУ. ДУ либо ДАЗ. ДУ. Мы видим ДО. ДИ ОУ. Читаем ДУ. Не ДО. Пожалуйста. Не ДО. ДУ. И глагол ДАЗ. ДО ЕЗ. Мы не читаем ни ДОЗ. Ни другие варианты. ДАЗ. Пожалуйста. ДУ. И так. Ай ДУ. Ю ДУ. ХИ. ДАЗ. ШИ. ДАЗ. ИТ тоже ДАЗ. И ВИ. ДАЙ. Опять правильнее ДУ. Как строится предложение в английском языке? Порядок слов таков. Сначала у вас идет вопросительное слово. Оно может быть, может не быть, если у вас... Далее идет вспомогательный глагол. Либо ДУ, либо ДАЗ, что зависит от подлежащего. Подлежащего. Смотрите у нас. Если это ХИ, ШИ, то у нас будет ДАЗ. Если это АЙ, Ю, ВИ, ЗЕЙ, у вас будет ДУ. После этого глагол, вот еще здесь надо дописать такой квадратик, с нулевым окончанием. Даже если у вас ХИ, ШИ, у вас здесь появился глагол ДАЗ, здесь у нас нулевое окончание. Так же, как в отрицании. Если вы сказали ДАЗНТ, ЛАЙК, любой другой глагол у вас уже опять с нулевым окончанием. АЙ ДОНТ ЛАЙК, ШИ, ДАЗНТ ЛАЙК, тоже не надо говорить ДАЗНТ ЛАЙКС. У вас ЭС ушло с глагола, в ваш вспомогательный глагол, поэтому мы в два раза не можем поставить эту ЭС. ШИ ДАЗНТ ПИТ, она не ест, ШИ ДАЗНТ ЛИСН, она не слушает, ЛИСН, нулевое окончание остается, ДАЗНТ, зато есть у нас. ШИ ДАЗНТ ДРОВ, она не рисует, ДРОВ, мы уже не говорим ШИ ДРОЗ, да, когда нет, ШИ ДАЗНТ ДРОВ. И так, дальше в вопросе, в вопросительное слово, ДУ, ЛИБО ДАЗ, подлежащее, подлежащее может быть как местоимение, так опять же, ваше существительное. ОСЕНЬ, ОТУМ, СТОЛ, ТЕЙБЛ, МАЙ МАММИ, ПАППИ, ПАППИ это не ПАПА, это ЩЕНОК, мы помним. Глагол с нулевым окончанием и все остальные члены предложения в конце вопросительный знак. Понятно? Разбираем на примерах. Продолжение следует...